депутаты приходят в госдуму без qr кодов они позволяют себе ходить без маски но простой народ такого себе не может позволить его надо задерживать отстранять от работы и конечно же штрафовать уважаемые зрители если вы против нынешнего руководства если вы против your системы обязательно ставьте как можно больше лайков эту правду должна увидеть и услышать вся страна дальнейшая судьба законопроектов о qr кодах будет зависеть от того какие ответы дадут члены правительства на вопросы общества считает представитель госдумы вячеслав голодин как вы видите уже люди добились того чтобы qr систему в общественных транспортах отменили в своем телеграм-канале он анонсировал запланированные заседания фракции в госдуме в которых будут участвовать представители правительства вместе с тем володин считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции которую озвучил глава государства президент всегда подчеркивал что необходимо не навязывать а убеждать доказывать что вакцинация лучше чем болезнь он также отмечал что важность добровольности прививок любое навязанное решение можно обойти в госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о ведении qr кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте которые уже собираются отменить но народ на взводе и вот вячеслава володина поймали прямо на улице который оказался без маски и ему высказали все лицо по поводу ведения qr кодов и видимо после этой встречи у него что-то переклинило и на общественные транспорты qr-систему уже отменяют чтобы вы прислушались к нам и поняли что qr-код это не про здоровье это рычаг воздействия на людей с людьми так не надо мы как сказать народ который любит нашу страну уважает нашу власть и пожалуйста давайте будем друг друга относиться уважением и чтить вообще все наши традиции память наших предков которые боролись против сегрегации и победили фашизм и не будем сейчас возвращаться к той точке от которой там вообще было всем тяжело в ответ спикер госдумы напомнил что слова президента рф который ранее заявлял о добровольности уколов и говорил что надо не принуждать а следует разговаривать с гражданами вот пожалуйста и ведите диалог с гражданами вы принимаете что хотите и вам абсолютно плевать на мнение народа но если вам президент сказал что не нужно никого принуждать а разговаривайте с гражданами так пожалуйста занимайтесь диалогом свободны президент на добровольности и говорил о том что надо не принуждать а надо разговаривать 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 а сейчас мне запрещают пойти ребенку помочь в детской секции переодеться потому что у меня нет паркода ну что касается защиты здоровья детей давайте здесь тоже обсуждать сейчас я не могу предполагать решение потому что у меня нет паркода женщина начала дальше перечислять запреты то что не может пойти в ресторан в музей на что володин ответил что вы должны думать не только о себе но о людях которые рядом привел также аргумент володин а дальше начал говорить что он услышал мы должны обеспечивать ваше правительство и озвучить ту точку зрения которую вы озвучили я вашу точку зрению выскажу заверил володин озвучит не озвучит посмотрим но в это трудно верится надо же было что-то говорить а женщина продолжила говорит что здоровье граждан должна улучшать только хорошая медицина которая была в советское время хоть она и была затратной но действенной и люди за сильное государство из-за образованных людей а на сегодняшний день происходит очень жесткий распилу тех материальных средств которые предназначены для здравоохранения приспособным здание петра и аркадьевича столыкина губернатора дом его заняли противотуберкулезную больницу на будущий год начнем стройки и завершим 2023 году это тоже будет самое современное посмотрим кто сможет попасть в эту больницу если она все-таки будет за 20 лет здравоохранения просто привели в ужасное состояние и вот прям так быстро хотят все восстановить но люди настроены серьезно и здесь уже не отшутишься не получится шутить и хотелось бы сказать вы как депутат государственного как спикер а вот чтобы не было подобных восстановлений в регионах которые запрещают мне ходить в музей в библиотеку помогать ребенку посетить там ресторан кафе что-то еще хотелось бы чтобы местные постановления не противоречили на сегодняшний день федеральным законам и статьям конституции это очень важный момент потому что то что происходит в регионах то что творится в казани например да это же ужасно такого быть не должно люди они находятся на пределе уже смотрите во первых надо рассматривать с позиции ситуации которая сложилась в регионе и исходить из того что главный санитарный врач принимает такие решения а регионе обязательно исполняет у нас эти нормы есть с вами но мы не стали принимать национальный календарь вот там было прохождение ладно спасибо вам за встречу от вас все получил получил да получил только будет ли толк а вот единоросса латышева подозревают в краже 300 миллионов рублей которые выделили для детей член единой россии депутат районного собрания ростовской области виталий латышев подозревается в хищении средств выделенных из бюджета на отдых детей из мало обеспеченных семей дома у латышева прошел обыск и разве можно сказать об этом человеке что у него есть совесть и честь когда он ворует считайте что у детей сирот деньги это просто петух обыкновенный который должен кукарекать утром чтобы будиться камерников не более того база опубликовала фотографии из дома латышева на которых видны гипсовые статуи ибо рельефы пять хрустальных люстр в одной из комнат дубовые стулья в стиле ампир картины в позолоченных рамах а также золотые краны в ванных комнатах очевидно что стоимость интерьера значительно выше совокупного дохода краевого депутата также издание опубликовала видеозапись на которой латышев отдает распоряжение своим подчиненным экономить на еде для детей в частности кормить их полагающимися котлетами только в день приезда проверяющих инстанции вы представляете какая тварь тот латышев в меню писать надо постоянно котлеты но это не значит что их нужно давать это цитата из рабочих диалогов депутата единой россии в ростовской области виталия латышева чиновник вместе с подчиненными думает как бы так аккуратно сэкономить денег чтобы и проверяющие инстанции были довольны и дети были так скажем сыты и не звонили родителям однако эти рабочие лайфхаки ничто по сравнению с другими проблемами латышева сейчас следствие проверяет чиновника на причастность к воровству денег которые выделили на отдых детей из мало обеспеченных семей так далее сказала котлеты все время давать а улья говорит мы же тогда будем все дороже как нам быть нет она говорит она же не задавать она в меню писать надо постоянно это не значит что нужно давать вот получается еще в питании если поставить если выйти на 90 рублей даже в тот день когда это было сто тридцать а в другой тоже три семьсот трешка так 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 и вот объясните как это человек находится в правительстве почему он до сих пор не сидит в тюрьме и не каких-то 5 8 лет 25 пусть теперь сидит и знает как воровать деньги у малообеспеченных семей с пятнадцатого года местной власти выделили на это около миллиарда рублей в одной из версии следствия около 30 процентов из этой суммы могло сесть именно в карманах латышева и дети сыты и чиновники целы отмечается что латышев руководит детскими лагерями и пансионатами солнечная поляна орленок и дмитрий адовский это стыд и позор в единой россии пообещали исключить его из партии наказать его нужно поскорее и покрутить по всем каналам так же само как вы крутили после той курьезной ситуации с рашкиным пусть вся страна увидит лицо этого вернее этой мерзости а что думаете вы по этому поводу уважаемый зритель обязательно свое мнение оставляйте в комментариях не оставайтесь стороне проявляйте активность и распространяйте данную информацию оставляйте